В недавнем видео я рассказывал обо всех уникальных свободовцах в игре «Сталкер». Логично продолжить данную цепочку главным противником свободы, группировкой «Долг». Всего у уникальных «Долговцев» в игре около 34, и здесь не обошлось без персонажей, о которых вы не знали. В этот раз я разделю видео на две части, чтобы сильно вас не утомлять. Полковник Петренко – это чел из «Сталкер Тень Чернобыля», снабженец группировки «Долг», заместитель генерала Воронина по хозяйственной и политической части. Возможность встретиться с Петренко имеется у меченого после приглашения генерала Воронина для выполнения задания на военных складах. Сам Петренко находится в небольшой постройке, соединяющейся с ангаром и располагающейся напротив бункера базы. Основное взаимодействие с Петренко заключается в торговле, ассортимент которой значительно расширяется после выполнения квеста по краже «Бульдог-6», снаряжен «Громом С-14», «Волкер Б-9М» и «Броней Долга». Член Долга по имени Галин – это отмененный чел из «Сталкер Чистое Небо». Один из командиров Долга, управляющий южным блокпостом, который был замечен в недавнем видео. Роль персонажа в игре неизвестна, вероятно, мог бы встречать главного героя при переходе от того на агропром. С соответствующей фразой, снаряжен «Лавиной», «Мартой» и «Универсальной защитой». К сожалению, помимо данной информации о нем мало что известно. С такой же биографией в «Чистом Небе» должен был быть Серега, являющийся командиром одного из блокпостов на агропроме. Однако был вырезан, о нем тоже мало что известно. Это единственный вырезанный долговцы из «Сталкера». Славно известный Зулус – это чел из «Сталкер Зов Припяти». И, конечно же, вы об этом знаете. Зулус – любитель выпивки и уединения. Во время прорыва отряда Долга через выжигатель мозгов к центру зоны, входил в группу подполковника Шульги. Позже – в группу Дегтярева в путепроводе-1. Можно сделать так, чтобы Зулус остался в игре даже в режиме свободной игры, после эвакуации военных. Для этого нужно выполнить все сюжетные квесты военных, не заходя в школу. Когда после обнаружения сигнала стрелка возле общежития появится последний сюжетный квест «Неизвестный», нужно сбегать к школе и помочь Зулусу отбиться от снорков. После в разговоре обязательно нажать последнюю ветку. Тогда пойдем. Если отправить его в прачечную одного, есть риск потом не найти персонажа. Далее, когда возле базы будут бродить зомби или мутанты, Зулус вместе со сталкерами будут выбегать на улицу и оборонять базу. Зулус снаряжен своим именным РП-74. Далее, после того, как главного героя он отдаст свой пулемет, будет носить Чейзер-13, УДП-компакт и ПС-39МД универсальной защиты. Сергей Лохматый – это персонаж из «Сталкер. Тень Чернобыля». В составе разведгруппы пули пришел в темную дарину с целью получения дополнительной информации о входе в лабораторию Х-18 на заброшенном заводе. Но вместе с другими членами группы наткнулся на патруль бандитов и был взят в плен с людьми Борова. Напарник пули после своего освобождения просит Мечного спасти Лохматого из плена. На пути к старой фабрике, по дороге мимо автозаправки, Мечный может услышать, как Серега зовет на помощь через окошко своей тюрьмы. Если с ним заговорить, Лохматый расскажет о том, что он попал в передрягу и попросит вызволить его. Также через это окошко можно выбросить ему оружие. Но тогда Долговца могут убить бандиты. Серегей находится в тюрьме, дверь которой управляется электронным замком на стене рядом с ней. Нажав на нее, Мечный может освободить Долговца. Если боец после этого успешно вырвется с территории старой фабрики и покинет темную долину, его можно будет найти на свалке на заставе Долга. После освобождения, если он не дойдет до перехода на свалку до того, как главный герой покинет локацию, то он не сможет уйти и при повторном посещении локации он вновь окажется на базе бандитов и будет пытаться выбраться оттуда. Таким образом ему можно устроить девять кругов ада. Если вступить в свободу, то спасти Долговца не составит труда. Бандиты будут нейтральны к Мечному. Сергей же станет враждебным, но все равно будет просить главного героя об освобождении, после которого станет убегать от Мечного с паническими выкриками. Тот самый Пуля – персонаж из «Сталкер Тень Чернобыля», член отряда разведчиков-диверсантов Долга. Пуле вместе с двумя другими Долговцами было приказано отправиться в Темную долину с целью разведать территорию и убить пахана по прозвищу Боров. Прибыв в точку назначения и начав исследования территории, Долговцы попались одному из патрулей бандитов. Двоих бандитам удалось взять в плен, а Пуля сбежал от них в сторону свалки. Но вдогонку за ним отправились двое патрульных. Добравшись до ущелья между двумя обрывами, Пуля смог отбиться от преследователей, убив двоих и сильно ранив третьего. Может погибнуть от Электор возле Нивы, в результате перезагрузок сохранений, после которых есть вероятность отклонения в траектории движения. За помощь в спасении напарника выдает 1300 денег и прицел ПСУ-1. Независимо от успешности спасения напарника, Пуля отправится на свалку, где примкнет к группе прапора. Пуля оставляет раненого бандита в живых, однако возвращаясь на свалку, он этого бандита скорее всего пристрелит. Данный показушник снаряжен Абаканом с прицелом ПСУ-1, ПБ-1С и ПС-3-9Д бронедолга. Барин это персонаж из Сталкер Тень Чернобыля, долговец из Бара. Офицер группировки Долг, довольно неприятная личность. Главное для него деньги, но в наемники податься не рискуют, так как считает, что в Долге ему безопаснее и лучше всего. Обладатель уникального Гром 5.45. В начале игры находится в Баре и патрулирует его. После лаборатории Х-18 зачастую может находиться на крайнем блокпосте, где главный герой встретил пулю, а именно возле перехода на свалку. Его будут сопровождать как минимум 4 долговца. Если выполнить квест убить Лукаша, то Барин может прийти на армейские склады. Снаряжен Громом 5.45, УДП-компактом, ПС-3-9Д броней долга и противогазом. Бром это долговец из Тени Чернобыля. Разведчик группировки Долг, бывший владелец штурмового Абакана. Он получил за хорошую службу модифицированную модель автомата. Вместе с Кривым прикрывал в засаде свой основной отряд, по заданию отправившийся на вылазку в Темную долину. Оружие нужно выбить из бандита Фраера, которого можно будет найти в подземелье Агропрома. Можно будет выбросить ему под ноги эквивалентное или более мощное оружие в идеальном состоянии. Чтобы бандит выбросил штурмовой Абакан на землю. Ну или же просто его убить. Если устроить бойню на локации, Бром один из немногих обитателей Бара, оставшихся нейтральными к протагонисту. Однако, кинувшийся на измену. За возвращение Абакана он выдает награду артефакт Слизняк. Но даже после того, как ему будет возвращен автомат, в диалоге он будет говорить, что потерял его. Прапор из Теней Чернобыля не фигурирует ни в одном квесте. Сначала игры находится в баре, свободно перемещаясь по территории. После прохождения лаборатории Х-16 прапор появится на Янтаре, в составе отряда Долга с четырьмя бойцами, охраняющими подходы к бункеру ученых. Иногда его можно встретить на дикой территории. Прапор может появиться возле бункера ученых 1. В таком случае он с большей долей вероятности будет убит зомбированными или снорками. Снаряжен Громом С-14, СИП-ТМ-200, ПС-39Д броней Долга и противогазом. Сержант Киценко, персонаж из Сталкер Тень Чернобыля. Сержант группировки Долг, командир южного блокпоста на локации Бар. Киценко имеет в распоряжении трех бойцов. Основная задача отряда – охрана южного прохода на производственную территорию Бара. Отстрел мутантов и проверка проходящих на территорию Сталкеров. Меченый может взять у сержанта задание по зачистке логова собак, которое находится чуть южнее оборонительного рва. Если по какой-то причине Киценко погибнет, на смену ему приходит долговец из числа патрулирующих Бар. И если Меченый еще не был в лаборатории Х-18, то с большей вероятностью это будет Барин или Прапор. Интересно, что все зрители арены используют модель Киценко и Пличко. Снаряжен Абаканом, Волкером П-9М и ПС-39Д броней Долга. Сержант Кличко – долговец из Сталкер Тень Чернобыля. Командир КПП базы Долга на территории Бара. Задача его отряда заключается в охране прохода на территорию базы от проникновения посторонних лиц. Исключение составляют Сталкеры, которые получили разрешение от командования Долга. Иногда являются целью в квесте Лукаша – убить одного из командиров Долга. Если по какой-то причине Пличко погибнет до прохождения лаборатории Х-16, то мирно пройти на базу не удастся. Снаряжен Абаканом, Волкером П-9М и ПС-39Д броней Долга. Иногда через КПП на базу Долга могут заберести такие Сталкеры, как Олег Демон, Гусаров или Воробей. При этом Пличко со своими бойцами на них никак не отреагирует. Если Пличко или кто-то из его группы будет ранен, до состояния просьбы о птичке у него появится отмененная ветка диалога на счет вступления в долг за 1000 рублей. Тогда игрок сможет заранее пойти на базу и получить задание от генерала Воронина. Это может случиться как следствие другого бага. Когда в бар приходят наемники, они могут дойти до КПП и ранить одного из долгарцев. Капитан Иванцов руководитель всех карательных операций и чисток. Возможность встретиться с Иванцовым имеется у мечного после приглашения генерала Воронина для выполнения задания на армейских складах. Сам Иванцов стоит у ворот рядом с синим ящиком, напротив входа в бункер базы. Несмотря на наличие уникальной внешности и пары уникальных приветственных фраз, капитан Иванцов не играет никакой роли в сюжете и не упоминается ни одним из других персонажей. Единственное возможное с ним взаимодействие – торговля, ничем не отличающаяся от предлагаемых другими случайными персонажами товаров. Снаряжен громом С-14, волкер, П-9М, П-С-39Д, броней долгом. Носит фамилию одного из разработчиков игры – Сергея Иванцова по прозвищу Мановар. Морган – заместитель подполковника Шульги по хозяйственной части и заведующий складом долга. Морган отвечает за снабжение тайного склада своей группировки и его охрану. Однако в тайне от начальства Морган продал склад долга свободе. Организовал подпольную торговлю с наемниками и бандитами на Затоне. Он является единственным членом группировки долг на Затоне. Снаряжен АКМ-74-2У, Фурой-12 и Экзоскелетом. Мало кто знает, но квест-сделка с участием Моргана может пройти на стороне Сыча. После чего нужно будет встретиться с Морганом на станции Янов. Тогда на Дегтярева начнется охота. На него будут нападать наемники. Нужно убить лидера наемников и принести его к АПП Моргану. Потом наемники нападут снова. И после того, как главный герой вновь скажет об этом Моргану, он предложит встретиться на складе долга. После этого на складе появляется поддельник Моргана Гриф со своей группой и атакует протагониста. Лейтенант Гавриленко – это заместитель подполковника Шульги по военной части. Персонаж из Зооприпяти. Член группы долга, прибывшей в окрестности Юпитера. Шульгой и его отрядом прорывался через выжигатель мозгов к центру зоны. Если убить Моргана на Затоне, а потом отдать его КПК Шульге, то Гавриленко со своей группой отправится штурмовать склад долга. Если бродяга вступит в долг, то он займет место Гавриленко. Он снаряжен Громом С-14, УДП Компактом и Экзоскелетом. Подполковник Шульга – командир специального экспедиционного отряда долга на станции Янов. Он пробрался в зону вскоре после ее появления вместе со своим другом по имени Леонид. Вскоре оба при неуказанных обстоятельствах оказались тяжело ранены. Леонид погиб, а Шульгу подобрали бойцы долга. Он решил остаться с этой группировкой и к 12-му году занял звание подполковника. Шульга стал первым лидером долга, который делил со свободой одну крышу. Обе группировки укрылись внутри станции Янов и решили сделать ее нейтральной территорией. Подполковник снаряжен Громом С-14, СИПом ТМ-200 и ПС-39Д броней долга. Череп – заместитель генерала Воронина по военной части. Руководитель крупных операций из Сталкер-Тень Чернобыля. Долговец, имеющий звание полковника, командир спецназа группировки на брошенном хуторе на складах. Ослушался приказа генерала, со своей группой пошел в атаку на свободу. При первом посещении складов Мечный становится свидетелем того, как боевики из отряда Черепа уничтожают патруль Свободы. Мечный может помочь группе Черепа в штурме базы Свободы, убить Черепа или полностью проигнорировать ситуацию на хуторе. Череп снаряжен спецавтоматом ВАЛ, СИП ТМ-200 и экзоскелетом. Раненому черепу нельзя дать аптечку. А в версии Сталкер-Тень Чернобыля 1.0003, если убить снайпера самому, потом начать диалог, получить награду, а затем выйти из диалога, появится возможность получить награду повторно, прямо как с винторезами в чистом небе. И заключительный персонаж в первой части данного видео, генерал Воронин. Крутой чувак из Сталкер-Тень Чернобыля, также упоминается в Сталкер-Зов Припяти. Лидер группировки Долг в 2012 году, наиболее вероятно является преемником генерала Крылова. Воронин проводит политику вооруженного нейтралитета с группировкой Свободы, что является очень ценным достижением. Воронин предпочитал не ввязываться в вооруженные конфликты со Свободой, чем был недоволен полковник Череп. Известно, что на момент событий Зова Припяти, Воронин все еще является лидером долга. У Воронина можно взять из собой квест, достать Бульдог 6 Свободы. Также он выдает много типовых заданий, на зачистке лагерей или убийство Сталкеров. За исключением торговцев, один из немногих Сталкеров в зоне, изначально имеющий наличность на сумме более 5000, или даже больше. Несмотря на нейтральное отношение к вольным Сталкерам, выдает квест на уничтожение их лагеря, находящегося на заводе Агропром. Прочитав данную информацию, я усомнился в данном лидере, и даже его попытка перемирия со Свободой перечеркивается данным заданием. А чтобы не пропустить видео номер 2 по данной теме, с множеством других крутых долговцев, подписывайся на канал, ставь лайк для продвижения данного видео, комментируй и переходи в телеграм-канал. Перед тобой находится также интересное видео, приятного просмотра.